Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня видео посвящено опять облигациями. Кому-то, может быть, это набило оскомину, но я все-таки хотел бы показать инструменты, я хотел бы провести некоторые подсчеты, потому что получается, что люди, когда начинают работать с облигациями, когда они заходят в приложение брокера, когда они начинают выбирать облигации, они смотрят на определенные параметры и, глядя на эти параметры, отказываются от покупки облигаций. И здесь то, что я наблюдаю в последний момент, не знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что у нас математику начали хуже преподавать в школах, да, современное поколение не считает это. То есть, немного провести математических расчетов и цель этого видео показать, что при прочих равных условиях, да, при каких условиях, то есть, что должно непосредственно произойти в России, у нас в стране, что должно произойти с денежно-кредитной политикой, с инфляцией, для того, чтобы можно заработать порядка 45% на облигациях федерального займа за три года. То есть, среднегодовую доходность там в районе 40-45%. Еще раз, годовую. Это получается даже, может быть, в два раза больше, чем то, что предоставляет средняя доходность российского рынка ценных бумаг за последние 30 лет. В свое время, когда я работал в компании «Тройка Диалог», то я столкнулся с очень интересной ситуацией, что одни из старейших паевых инвестиционных фондов, которые были созданы на российском рынке ценных бумаг, фонд акций Добрыни Никитич и фонд облигаций Илья Муромец. Я пришел в 2005 году работать, фонды были созданы в 1996 году, и для меня было удивительно, что за, получается, сколько, 9 лет существования, фонды акций, которые в долгосрочном периоде должны обеспечить более высокую доходность, по стоимости пая, они были, там, процентов на 40 меньше, чем стоимость паевых фонда облигаций. Для меня это было удивительно, но, тем не менее, нам поясняли, почему такое происходит. И сейчас, в настоящий момент, если смотреть на перспективы, например, следующих 10 лет, повторяется ситуация, связанная с тем, что на облигациях можно получить доходность более высокую, чем можно получить доходность на акциях. Давайте об этом поговорим. Смотрите обязательно данное видео до конца. Здесь будут математические расчеты, здесь будет математика, будут сделаны определенные допущения. Просто к вопросу о том, как мы считаем доходность по облигациям. Это очень важный фактор, который нужно учитывать, когда вы считаете. Итак, если мы сейчас будем смотреть доходность 10-летних облигаций федерального займа, у нас получается следующая история. В облигациях есть вещи, которые неизменны. То есть, когда происходит выпуск облигаций, есть вещи, которые не меняются с течением времени. Не меняется с течением времени три ключевых показателя. То есть, первым таким показателем является номинал, номинальная стоимость. Номинал облигаций, как правило, если мы говорим про российские облигации, составляет обычно 1000 рублей. То есть, цена номинала, номинал, сам не меняется при условии, что это мы говорим про облигации с постоянным купоном. То есть, я сейчас не беру облигации, которые амортизируемые, которые выпускаются с какими-то определенными дисконтами. Мы говорим про понятные истории, мы говорим про облигации с постоянным купоном. У них, соответственно, есть вот три ключевых параметра. Первый номинал и номинал не меняется. Второй параметр – это размер купона. То есть, купон. Купоны могут быть абсолютно разные, и размер купона, как правило, зависит от ключевой ставки рефинансирования. То есть, если ключевая ставка рефинансирования в настоящий момент составляет порядка 15%, то в этом случае нужно понимать, что если сейчас заемщик выходит на рынок, о чем это говорит? Что стоимость денег сейчас составляет 15%. Если бы заемщик выходил, не знаю, там, два с половиной года назад, когда ставка рефинансирования была там в районе пяти, да, то, соответственно, ставка купона была бы пять. И здесь очень важно понимать, что ставка купона, она всегда зависит от того, какова стоимость денег на момент выпуска облигаций. И если мы покупаем облигации, которые выпущены были три года назад, которые были выпущены четыре года назад, ставка рефинансирования была ниже. Поэтому, получается, сейчас у десятилеток, да, ну, то есть, мы говорим о дюрации от 8 до 12 лет, у них сейчас ставка купона находится в районе 7%. Еще раз, эти параметры неизменны, ни размер купона не меняется, то есть, он не меняется, мы говорим о постоянном купоне, не меняется цена номинала. Что значит цена номинала? Это по какой цене эта облигация будет погашаться в конце срока своего обращения. Третье. Срок обращения. Что значит срок обращения? На какой срок выпускается облигация? Она может быть пятилетней, она может быть трехлетней, она может быть десятилетней, она может быть тридцатилетней. И здесь важным параметром является то, что если заемщик имеет низкие кредитные качества, если эта компания впервые выходит на облигационный рынок, то есть, компания впервые начинает использовать инструменты долгового финансирования, выпуская облигации, то есть, рынок ее еще не знает. Рынок не понимает, насколько у нее финансовая дисциплина, допускает ли она просрочки по выплату купонов, бывают ли технические какие-то дефолты. То есть рынок компания не знает. Эта компания до этого использовала исключительно финансирование банковское. И поэтому получается, что когда компания только выходит на рынок, как правило, это бывает ограниченный объем выпуска, который был бы для нее приемлемый. Второе, это достаточно короткий срок, обычно до 3, максимум 5 лет. И здесь компания предлагает премию. Так как ее рынок не знает, так как непонятно, что у нее с рисками, то она должна, например, в конкуренции за капитал инвесторов, она должна конкурировать с государством, которое выпускает облигации федерального займа. Она может конкурировать, я не знаю, с Лукойлом, с Газпромом, со Сбербанком, с ВТБ, который тоже выпускает облигации, ему тоже нужно привлечь денежные средства. И приходит какая-нибудь компания, там, рога и копыта, да, и говорит, дайте мне денег, я занимаюсь там выдачей микрозаймов, да, у меня вот такая вот рентабельность, я там зарабатываю очень-очень много, мне нужно пополнить оборотные средства, поэтому я привлекаю денежные средства на долговом рынке. И поэтому получается, когда капиталист начинает выбирать, а куда ему вложить в облигации федерального займа ВТБ или в ООО «Рога и копыта», он от ООО «Рога и копыта» требует премии. И если, например, доходность облигаций, купон по облигациям государственным будет в районе 7%, то вот это вот, их еще называют высокотоходные облигации, да, у них, соответственно, будет премия. И премия может доходить там до двухкратного роста, то есть такая компания может, например, давать ставку купона, там, не знаю, 12%, 14%. И поэтому это получается по срокам обращения. Чем более надежный заемщик, государство может себе позволить выпускать 10-летние облигации, 20-летние облигации, 30-летние облигации. В Америке правительство выпускает и 50-летние облигации, поэтому тоже важен еще срок обращения, но он изначально указан в проспекте эмиссии облигаций, и, соответственно, эти три параметра не меняются. И это вот первое, что нужно понимать, что эти параметры, они неизменны. Второе, какие же параметры меняются в процессе? Все изменения, мы сейчас говорим про доходность облигаций, происходят за счет изменения цены, по которой вы покупаете. То есть в комментариях на канале в YouTube, да, я видел, что человек говорит, вот я зашел, посмотрел, 10-летние облигации, вы говорите, доходность у них 12%, а я посмотрел, там доходность 7%. Там купон 7%, я говорю, не путайте, мухи и котлеты. 7% что это значит в плане доходности, о чем это говорит? Если у нас не меняется цена номинал облигации, и цена облигации равна номинальной стоимости облигации. О чем это говорит? Номинал не изменен, купон не изменен, срок обращения не изменен. Это говорит о том, что если у нас купон 7%, то при номинальной стоимости 1000 рублей мы в общей сложности получаем 70 рублей купонов в год. Как правило, это две выплаты, то есть делится на два, получается два раза в год платится по 35 рублей купонного дохода. Вот что мы получаем. Мы получаем денежный поток в размере 70 рублей на каждую купленную облигацию номинальной стоимостью 1000. В каком случае у нас доходность меняется с 7% до 12? Здесь возникает вопрос, как меняется эта доходность. Меняется она следующим образом. У нас меняется цена облигации. То есть облигацию, если вы посмотрите, цена указывается в процентах от номинала, то есть эти облигации торгуются в процентах от номинала. И текущая цена этой облигации, которая была выпущена 3 года назад с купоном 7%, ее текущая цена составляет 70% от номинала или 700 рублей. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что если мы прямо сейчас приходим на рынок, мы покупаем актив номинальной стоимостью 1000 рублей за 700, и на эти 700 рублей каждый год мы получаем 70 рублей купона. То есть 70 рублей мы получаем денежного потока. 70, то есть 700, это получается 10%. Опять же, а доходность 12? Откуда взялись еще 2%? Возникает закономерный вопрос. Но дело в том, что до погашения этой облигации остается 8 лет. 8 лет у нас остается до погашения облигации. И через эти 8 лет нам выплатят 1000 рублей на каждую облигацию, которую мы купили за 700. То есть у нас еще за 8 лет мы получаем 300 рублей доход за счет изменения цены. Это у нас получается 42,85%. 42,85. 8 лет мы получали по 70 рублей. То есть получили порядка 560 рублей купонного дохода. Получили 300 рублей выплату по номиналу. То есть получается 560 плюс 300. 860 рублей. 860 рублей мы получили за 8 лет. Плюс можем реинвестировать купон. То есть когда нам пришли очередные 35 рублей. Например, мы не одну облигацию купили, а не знаю, там 100 облигаций. Можем эти облигации реинвестировать, снова покупая эти облигации. Вот таким образом получается разница между купоном и доходностью. Она определяется в первую очередь ценой, по какой мы покупаем. То есть за сколько мы покупаем актив, какова его будет 100% номинальная стоимость. И каков от 100% номинальной стоимости купонный доход нам несет этот актив. Вот получается такая формула. Второй момент. Люди говорят в тех же самых комментариях, да, они заявляют о том, вот, блин, 10 лет ждать, когда она там повысится до номинала. Я этого делать не хочу, это неинтересно, лучше я положу деньги на банковский депозит. Но суть в том заключается, что доходность облигации, она зависит от того, какова стоимость денег в экономике. И сейчас, например, стоимость денег 15%, доходность облигации 12%. Соответственно, если или когда центральный банк начнет снижать процентную ставку, то есть таргетируемый уровень, да, там, по инфляции в районе 4, повысит краткосрочно процентную ставку, сдержит инфляцию, инфляция начнет непосредственно замедляться. И в этом случае, получается, центральный банк пойдет на снижение ставок. Если вы посмотрите на график ставки центрального банка, можно увидеть, да, что происходит, когда инфляция выходит из-под контроля, центральный банк резко повышает процентную ставку, до 20% даже было повышение. И потом, когда это становится неким таким контролируемым процессом, инфляция начинает замедляться. Почему инфляция замедляется? ЦБ повысил процентную ставку, люди перестали тратить, люди понесли деньги на банковские депозиты, потому что они доходные. Снизилось потребление, люди перестали покупать, соответственно, инфляция снизилась, да, и тогда центральный банк достаточно быстро ее снижает. Посмотрите еще раз на график, да, мы это видим. Как только начинается инфляционное давление, в первую очередь связанное с ростом курса доллара, то центральный банк резко повышает процентную ставку, в течение полугода, да, он ее потом снижает чуть ли не в два раза. Почему я про это говорю? Если предположить, что я захожу в облигацию, которую мы рассмотрели до этого, еще раз у нас получается 1000% номинал, 7% купон. Я покупаю эту облигацию за 70% от номинала за 700 рублей. И, соответственно, человек говорит, чтобы получить не всю доходность к погашению, которую показывает, там, 12%, про которую ты, Максим, говоришь, мне нужно ждать 8 лет, я 8 лет ждать не хочу. Я делаю гипотезу, что в следующие три года центральный банк опустит процентную ставку, например, до 6%. То есть ставка ЦБ с 15% снизится до 6%. Тогда у нас должна снизиться и доходность облигации. Что значит снижение доходности облигации? Это значит, что купон в 7% это 70 рублей, да, в 1000% от номинала. То есть у нас получается пропорция, которую непосредственно нужно решить, какова будет стоимость моей облигации в случае, если ее доходность упадет до 6%. Считаем, да, у нас получается 70 рублей это 4%, x это 100%, отсюда получается x равно, не 4, вернее процента, а 6, да, 6, мы не забыли, 6%. Получается, что мы должны сделать, мы должны 7000 разделить на 6, 1166 рублей. И это может произойти за три года. Ну, то есть мы определяем, что, допустим, три года потребуется для того, чтобы вот это вот пришло. За три года размер купонов 70 рублей умножить на три года, получается 210 рублей. Это как купонный доход. Купили по 700 рублей, а облигация стоит 1116, поэтому получается 1166 минус 700, 466 рублей. Совокупная доходность 676 рублей за три года. Делим на три года и делим на 700. Получаем порядка 32%. То есть 32% в среднем в год мы будем получать от такого рода сделки. Можно попробовать сделать замену, да, и допустим, что будет, если на 1%, да, то есть доходность упадет не с 6% до 5%. Здесь 5, здесь 5, получается, здесь у нас 1400, здесь у нас 1400, здесь у нас 700, здесь у нас 910. 910 делим на 3, получаем 303 и делим на 700. Вот 43, 33%. А если реинвестировать полученный купон? А если использовать еще индивидуальный инвестиционный счет, налоговый вычет по типу А, который еще можно открыть инвестиционный счет и воспользоваться этим налоговым льготой в следующие три года? Какая итоговая доходность будет? Это на облигации. И здесь возникает один вопрос, да, я слышу, как сейчас полетели комментарии, а кто тебе сказал, что через три года будет инфляция, она сейчас задавит санкциями, инфляция будет еще больше. Соответственно, здесь возникает вопрос, да, в качестве примера, да, какие можно привести. Причиной инфляции мы неоднократно уже рассматривали является в том числе валютный курс, то есть каков будет уровень валютного курса. И это отдельно очень большая история, поговорим об этом в следующем видео. Поговорим как раз таки о том, почему следующие там, ну то есть до 2026-2027 года инвестиции даже в российский фондовый рынок являются интересными, привлекательными, перспективными. И какую, наверное, имеет смысл выработать стратегию как минимум в следующие 12 месяцев. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. А в свою очередь, если вы хотите разобраться с облигациями, если вы хотите получить список облигаций от наших экспертов, которые мы, именно опираясь на данную изложенную схему, сейчас в настоящий момент включаем в портфель, что вы можете прямо сейчас открыть брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет. И возникает вопрос, какие облигации купить. Я вам привел пример сейчас с облигациями федерального займа. В случае, если мы сейчас говорим о облигациях с высоким кредитным качеством, у них доходность составляет не 12%, а там на горизонте в 3 года можно получить доходность в районе 16-17%. И именно эти облигации мы отбираем, мы оцениваем их кредитное качество и даем список, который вы можете получить. Мастер-класс абсолютно бесплатный, ссылку на него в описании данного видео. Проходите, забирайте, используйте, внедряйте. И это вопрос не к тому, что все деньги нужно по этой схеме отправить. Это вопрос к тому, что вы можете получить вот эту вот некую альтернативную доходность. Что значит альтернативная доходность в 210 рублей? То есть у нас здесь ключевым допущением во всей этой схеме является, что центральный банк должен снизить процентную ставку с 15 до 5. Теперь, когда вы получаете эту формулу, при прочих равных условиях вы всегда можете здесь не до 6, а до 7%. У вас будет движение цены облигаций, доходность будет падать, облигация будет расти в цене. Это дополнительный профит. О нем вообще никто не думает. То есть люди смотрят на что? Ну, купон мы смотрим. Но дело в том, что когда смягчается денежно-кредитная политика, если вы размещаете деньги на банковском депозите, все, что вы получите, у вас закончится высокодоходный банковский депозит, и вам банк скажет, все, на следующий период меньше прибыли не получите. Когда же вы покупаете облигацию, вы для себя, во-первых, фиксируете доходность как минимум на 8 лет 12% годовых, вам ни один банк не даст такую доходность. Вам дадут 14%, может быть где-то в эксклюзиве дадут 15%, но на год максимум, не на 12 лет. И тогда возникает вопрос, что вы для себя выберете. 15% на один год, следующий год 10%, а еще через год 5%. Или вы для себя зафиксируете доходность в 12% на 8 лет. Что выберете? Тут тоже каждый определяет для себя сам. Сейчас вряд ли будут выходить на рынок с облигациями. То есть потому что нужно понимать, что заемщики, имитенты облигаций, они тоже не дураки. То есть выходить на рынок, когда ставка рефинансирования 15%, то есть если это крупные заемщики, я не знаю, там, Сбербанк, ВТБ, банки какие-нибудь, вопрос возникает, зачем им сейчас выпускать облигации и брать на себя обязательства, что он выпускает облигации пусть там даже на 3 года, на 5 лет с купоном там 12-15%. Это дорого. Они же прекрасно понимают, что это временное явление. Поэтому, скорее всего, в выпуске облигаций новых не будет. Многие используют эту историю, да, используют в каком ключе, но не именно сейчас, а используют, когда снижают процентную ставку. То есть заемщики могут сами, соответственно, в свободное денежное средство выкупать свой собственный долг. Вот если, например, я заемщик и у меня есть деньги, то есть фактически что это получается? Я могу свой собственный долг с рынка купить с дисконтом 30%. Да, я отдам деньги, то есть даже если я сам буду держать время облигации, да, я отдам деньги, то я, по сути, отдам его сам себе. То есть всю вот эту вот прибыль я отдам сам себе непосредственно и заплачу. И поэтому получается, что сейчас надежные заемщики, скорее всего, не будут делать выпуски облигаций, потому что дорого. А вот это вот движение, доходность облигаций, она обеспечивается вторичным рынком. И все изменение доходности определяется исключительно, как я в предыдущем слайде сказал, процент, то есть сколько процентов от номинала торгуются облигацией. Отличие заключается в финансовом положении, финансовой устойчивости компании, то есть какой уровень долга, какая операционная прибыль, какая чистая прибыль, насколько отношение долга компании соотносится с ее выручкой, с ее чистой прибылью относится, каким образом соотносится. Какова доля краткосрочных обязательств, то есть нужно погасить в течение года, какова доля долгосрочных обязательств, которые нужно погасить более чем через 12 месяцев. Исходя из этого определяется финансовая устойчивость компании с тем, что мы как бы оцениваем. Если компания закредитована и условно размер ее долга составляет в 9 раз больше, чем она зарабатывает в год, но это ненадежная компания, то есть это риски достаточно высокие. А что будет, если конъюнктура поменяется? А что будет, если компания не заработает чистой прибыли? Где она деньги возьмет? Она вынуждена будет рефинансироваться. Если придет время погашения текущих облигаций, она будет вынуждена рефинансироваться под высокую процентную ставку, а это приведет к еще большему увеличению долга. Если даже привести пример, например, у человека зарплата 100 тысяч рублей в месяц, то есть 1,2 млн он зарабатывает в год. И одно дело, когда у тебя общий размер кредита составляет миллион рублей, и равен, например, твоему годовому доходу. И другое дело, когда у тебя размер кредита 10 миллионов. Или ты квартиру в ипотеку взял стоимостью 20 миллионов. И тогда возникает вопрос, кто более стабилен? То есть, если я кредитор такой компании, приходят ко мне два человека. Один говорит, я спрашиваю, сколько зарплата? 100 тысяч. У тебя сколько? 100 тысяч. Ага. Сколько у тебя текущая долговая нагрузка? 1,2 млн. Хорошо, а у тебя какая долговая нагрузка? А у меня долговая нагрузка есть квартира в ипотеку. И ипотека 10 миллионов составляет. И мне надо решить, кому дать. В принципе, может быть, теоретически этому, но я понимаю, что квартира уже заложена, уже есть кредитная нагрузка, и у них сопоставимый уровень дохода. И тогда я задаюсь вопросом, а надо ли мне? Я, наверное, лучше вот этому дам. И это вот как раз-таки вопрос. Когда мы выбираем списки облигаций, мы сидим, смотрим, у этой компании определенный уровень дохода, определенная кредитная нагрузка, и у этой компании. Причем вот этот человек, у которого нагрузка 10, он вынужден, чтобы я пришел все-таки к нему. Я к нему приду и скажу, слушай, дружище, у тебя риски очень высокие. Поэтому тебе я дам условно под 20% годовых, а тебе я согласен дать под 15% годовых. Потому что я понимаю, что здесь риск меньше, и тебе я могу на 3 года дать, а тебе я только на годом. Фиг его знает, что где там через год произойдет, особенно что произойдет с твоим доходом. Вот так вот это примерно происходит на рынке.